Приветствую, это Евгений Зуев и мы с вами работаем над продвижением и стимулированием спроса для увеличения продаж в рознице. Главный вопрос этого ролика, как увеличить продажи через продвижение в магазине и мерчендайзинг. По нашим данным, за счет грамотного мерчендайзинга можно увеличить до 30% продажи. Если же к этому прибавить еще использование пространства вокруг и внутри магазина как рекламного носителя, то цифра увеличивается до 50%, а то и выше. Давайте с вами не забывать, что люди, которые приходят к нам в магазин, приходят с намерением что-то купить. И у нас есть время от нескольких минут до десятков минут, чтобы на них повлиять. И с одной стороны, мы можем потерять продажи, если покупатель не найдет тот товар, который ему нужен. А с другой стороны, он может купить что-то сверх того, что запланировал и увеличить наши продажи, если мы ему в этом будем помогать. Фактически, мы имеем ситуацию, при которой с помощью грамотного мерчендайзинга и продвижения внутри и вокруг торговой точки мы можем увеличивать средний чек, что, собственно, нам и нужно. Поэтому, дальше мы пройдемся от подступов к магазину до кассы и посмотрим на некоторые возможности для увеличения продаж. Первое, что видит покупатель, приближаясь к нашему магазину, это его внешний вид и территория вокруг магазина. Дальше, это то, что он видит и ощущает внутри торгового зала. И, в конце концов, когда он подошел непосредственно к товару, то, что он видит и ощущает рядом с товаром. Вот этими тремя шагами мы пройдемся сейчас, как покупатели. Первый уровень – внешний вид. Конечно, если мы хотим увеличивать средний чек, то мы должны позаботиться о том, чтобы рядом с магазином была парковка. Если человек приезжает на машине, очевидно, у него есть возможность взять больше товара, больше сумок и положить в багажник или в салон автомобиля и ехать домой. Если же мы не обеспечим парковку, то покупатель, конечно, может становиться, как на фотографии снизу. Но у меня, например, лично у меня даже есть пример, когда вот как раз-таки в малом городе мы остановились возле магазина. Вроде там парковка была организована, но водитель не заметил знака. И когда мы вышли из магазина, возле нас стояла ГАИ и потирала ручки и говорила о том, что ребята нарушили правила дорожного движения. То есть забота не только организовать парковку, но еще и позаботиться о том, чтобы потребитель мог припарковаться безопасно. С другой стороны, у нас малые города, и поэтому большое количество населения ездит на велосипедах, особенно, естественно, в летний, весенний, осенний период. Молодежь очень любит этот вид транспорта. Если мы хотим, чтобы молодежь или люди, которые у нас ездят в городе на велосипедах, имели комфортные возможности для парковки, надо об этом позаботиться. Еще один сегмент – это молодые мамочки. Если мы позаботимся о том, чтобы они комфортно заезжали в наш магазин и по нему перемещались, то мы получим потенциально дополнительные продажи, потому что корзина на коляске – это, в общем, багажник. Понятно, что надо заботиться об эргономике, и правый вариант не годится. То же самое касается поручней на входной группе для пожилых людей. Эргономика Витрины Понятно, что если мы хотим добиваться дополнительного влияния, стимулирования покупателя и привлечения его внимания к каким-то нашим акциям, к каким-то нашим товарам, то надо об этом позаботиться. Салон красоты никуда не годится. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Понятно, современные технологии и возможности LED-экранов – очень дорогое удовольствие. Рядом, вот вы видите, очень просто, дешево и сердито, как говорится. То есть используйте не только витрины, не только вывеску, но и все пространство, всю стену вашего магазина, и не только стену, а еще и то, что рядом с ней находится. Рисуйте на асфальте, на плитке информацию, которую вам хочется донести до покупателя. И еще, что 100% каждый покупатель видит, входя в ваш магазин? Вот 100%. Правильно, двери. Покупатель видит ваши двери. Поэтому если на дверях вы будете грамотно, лаконично размещать главный акцент сегодняшнего дня или этой недели, то это будет дополнительное информационное воздействие на вашего покупателя. Зашли внутрь. Очевидно, использовать это пространство можно и нужно. Справа прекрасный пример. Слева – пущенная возможность. Не только на камерах хранения, на ячейках, но и посмотрите. Столб белый с левой стороны. Столы можно было бы что-то там поставить, приклеить. Есть варианты. Подходим к залу. Информация. Входим. Акционная зона. Если позволяет площади, организуйте зону новинок. Не забудьте товар, который находится в акционной зоне, дублировать выкладку его и визуальные акценты на основной полке товара. Подумайте над эстетикой и аутентичностью оформления ваших торговых акционных зон. По залу продвижения. Очевидно, что надо заботиться о ваших покупателях, если вы хотите, чтобы они покупали больше. И снова современные технологии. И снова вы скажете, ай, дорого, ай, не в этой жизни. А я вас прошу, куда современный потребитель смотрит очень много? Вот куда вы сейчас смотрите в идеале? Правильно, на экран. Поэтому, может быть, для вашего небольшого зала достаточно будет для какой-то акционной зоны, достаточно будет просто монитора или просто телевизора. Еще одно пространство, которое нами не используется или используется плохо, это пол и потолок. Возьмите творческую молодежь или творческую интеллигенцию. Дайте им современные краски, которые устойчивы к истиранию, но которые неустойчивы к химии. И пускай они проявят себя под ваш заказ. Уверяю вас, вы можете получить очень хорошие, интересные результаты. Понятно, что когда мы приближаемся к полке, то все равно есть распыление внимания. И мы, если хотим добиваться привлечения внимания потребителя к нашему, тому товару, который мы хотим, надо использовать всякие вот такие вывешивающиеся, торчащие, болтающиеся штучки. Отдельно про ценники. Тоже есть, ну, понятно, всякие разные пластиковые, металлические возможности для того, чтобы разместить ценники маленького формата, большого формата, очень большого формата. Не забывайте их тоже использовать. Когда вы делаете ценники акционные, несколько раз прочитайте, что вы там написали. Я думаю, что вот эти примеры, таких я думаю, что каждый видел уже много. В интернете их вообще просто горы. Делает ли это продажи? Не знаю. По-моему, нет. Но, конечно, вы можете, что я хочу сказать, вы можете закладывать в ваши акционные ценники некую шутку, некий юмор и отслеживать реакцию покупателей. Если вы видите, что покупатели улыбаются, и что при этом они берут, продолжают или берут товар, значит, тогда все окей. Потому что юмор – это очень хорошая энергия, это очень хороший мотиватор, это повышение настроения. А с хорошим настроением человек легче расстается с деньгами. Не забывайте об этом. Ну и еще насчет ценников. Ценники не только должны выделять товар с помощью цвета, надписей, как слева, но и с помощью нестандартной формы или стиля изготовления, как, например, справа. Центральный ценник тоже вроде как выделяет товар. Наверное, весьма спорно с точки зрения желания купить. Размещение товара на полке. В идеале размещение должно быть на уровне глаз, не наших с вами, а на уровне глаз целевого потребителя. Конечно, разместить все на уровне глаз невозможно. Поэтому делайте ротацию. Тот товар, который хотите простимулировать и привлечь ему внимание, опускайте или поднимайте до вот этого уровня глаз. Использование упакованного товара. Когда мы упаковываем товар, делаем развесовку, то мы даем потребителю время, экономим его время. Кто у нас с потребителей наиболее бережет время? Те, как правило, кто более платежеспособен, кто очень занят, кто много работает, ему время дорого. Поэтому, если мы хотим, чтобы люди, которые могут, позволите купить больше в нашем магазине, были больше удовлетворены, делайте предварительную подготовку товара развесовкой. Конечно, если мы попытаемся в пакет с мандаринами засунуть пару-тройку гнилых, никто нам спасибо за это не скажет. И больше, может быть, в наш магазин или вот таким образом развешанный товар покупать не будет. Поэтому смысл здесь не в том, чтобы запихнуть в пакетик что-то немножко подпорченное, а смысл в том, чтобы обеспечить удовлетворение дополнительной потребности у покупателя. Это экономия его времени. Не забываем выкладывать рядом товары, которые обычно употребляются вместе. Мы работаем на увеличение среднего чека. Конечно, товар лицом. Конечно, чтобы было видно, понятно, что за товар. И вот здесь я бы хотел обратить ваше внимание на так называемый эффект кариеса. Если вы хотите сакцентировать внимание, например, вот на этом соке, то вы можете соседние соки выставить ровненько, аккуратненько, а этот сок выбрать немножко, немножко выбрать товара для того, чтобы создался эффект, как будто покупатель уже здесь что-то забрал. Есть спрос на этот товар. Это влияет тоже на привлечение внимания покупателя к товару. Выкладывайте товары, которые могут быть дополнять друг друга. То есть, если я собираюсь покупать себе теннисную ракетку, мне может понадобиться теннисный мячик, носочки, бутылка для воды, сумка и так далее. И мы продолжаем с вами наше движение по магазину и приближаемся уже к кассе. Конечно, вы здесь все прекрасно знаете, что должны быть и полочки, и крючочки для того, чтобы покупатель мог повесить свою сумку или там что-то поставить, то, что у него в руках. Конечно, вы понимаете, что здесь прикасовая зона, должны быть всякие корзиночки для товаров импульсной покупки. Да, не забываем про всякие современные, не очень современные инструменты напоминания о чем-то. Но я обращу ваше внимание еще на три места. Первое, это куда складываются чеки. Второе, куда кладутся деньги. И третье, куда ставится товар во время расчета. Это пространство тоже можно и нужно использовать для напоминания, для продвижения, для стимулирования принятия решения о покупке даже в этот последний момент. И еще на что хотел бы обратить ваше внимание, и это может быть очень актуально в настоящее время, это хорошо забытое прошлое, столы заказов. Вы как минимум получите лояльность ваших покупателей, то есть вы о них позаботились. А как максимум вы получите рост продаж. Если вы не можете организовать доставку товара, то возможно вы можете организовать некое место, куда покупатель может безопасно приходить, забирать продукцию заранее подготовленную, рассчитываться бесконтактно с продавцом и безопасно уходить. Это возможность, на которую я обращаю ваше внимание. Попробуйте сейчас в этот период, когда спрос на подобного рода логистику взаимодействия есть и может быть даже растет. Попробуйте сейчас, протестируйте этот вариант, создайте его, проработайте его, и может быть это появится дополнительный канал продаж для вас за пределами эпидемии, которая, я надеюсь, скоро закончится. И в завершении подведем черту этого ролика. Как увеличить продажи через продвижение в магазине и мерчендайзинг. Первое. Обеспечить удобство парковки и включить уже наконец на полную катушку вашу входную группу. С витринами, стенами и так далее. Второе. Обеспечить удобство перемещения покупателя внутри вашего магазина и обеспечить постоянное информирование о том, какие выгоды, какие стимулы сегодня присутствуют в вашем магазине и где они находятся. И третье. Подведя его к полке, сакцентировать его внимание и помочь ему сделать правильный выбор. Что вместе с тем товаром базовым, которым он хочет купить, хорошо бы ему приобрести еще тот, который справа товар и тот, который слева. Еще. Про мерчендайзинг существует большое количество классного материала. Мы этот материал переварили для вас и подготовили дополнительные материалы максимально кратко, чтобы сэкономить ваше время. Но при этом материалы, которые не теряют суть. О том, как работать со светом, с цветом. О том, что такое правило золотого треугольника и так далее. Здесь же в этом ролике, для того, чтобы сэкономить ваше время, мы прошлись только по главному. Кратенько. Чтобы вы увидели для себя возможности для улучшения работы. Как с точки зрения выкладки, планограммы и так далее. С точки зрения мерчендайзинга. Так и с точки зрения продвижения, информирования, рекламирования покупателя внутри торговой точки. Для чего? Для того, чтобы увеличить продажи.